Добро пожаловать на канал! Готовим просто и вкусно! В продолжении прошлого ролика, в котором рассказываю и показываю, как приготовить очень вкусные ореховые слойки из слоёного теста, ссылочку на этот ролик обязательно прикреплю в подсказках и в описании. Ну а сегодняшнее видео тоже будет посвящено слоёному тесту. Буду готовить из него пирожные а-ля Наполеон. Безумно вкусные, которые обязательно стоит приготовить и попробовать. Для приготовления этой вкусности понадобится упаковка слоёного теста. У меня дрожжевое. С помощью специальной вырубки для теста круглой формы или обычным стаканом вырезаем заготовки. Диаметр круга делается такой, как вам нравится. Эта роли вообще не играет. Заготовок должно быть обязательно чётное количество. Остатки теста не выбрасывайте, в дальнейшем оно пригодится. Отложите пока его в сторону. Заготовочки из теста выкладываем на пергамент. И отправляем в духовку при 180 градусах минут на 10, максимум на 15. После того, как оно приготовится, снимаем с пергамента и даём полностью остыть. Пока заготовочки будут остывать, найдём применение оставшемуся тесту. Выкладываем его на пергамент и снова отправляем в духовку. Готовим до полного высыхания. Моей духовке для этого понадобилось минут 20 при температуре 180 градусов. С противня перекладываем в тарелку и оставляем до полного остывания. После того, как выпечка остынет, измельчаем её в мелкую крошку. Теперь пришло время собирать наши наполеончики. Для этого мне понадобится Чётное количество остывших круглых заготовок. Сметанный крем. Точно такой же, как я готовила в прошлом ролике. Ссылочку обязательно прикреплю в подсказках и оставлю в описании к этому ролику. Также обязательно закреплю рецептуру в комментариях и в описании. Ещё нам нужна будет крошка из оставшегося теста. И я взяла карамельный топпинг. Его можно заменить на сгущёнку или использовать всё тот же сметанный крем. Тут уж выбирайте сами на свой вкус и цвет. Берём одну заготовку и основание намазываем топпингом, как в моём случае. Сверху кладём вторую заготовочку и немного сжимаем их, чтобы они между собой склеились. Затем полностью обливаем сметанным кремом и обваливаем в измельчённой крошке со всех сторон. Аналогичным способом поступаем с остальными заготовками. Скрепляем между собой две штуки, обливаем кремом и обваливаем в крошке. Всё, проще и придумать нельзя. Использовала самые простые ингредиенты, а на выходе получила невероятные вкусные пирожные. А если немножко набраться терпения и подождать, пока крем пропитает пирожные, то они получатся ещё вкуснее. Приятного аппетита и до новых встреч на канале!